МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна-ТВ. В студии Алина Сазонтова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. 46-я сессия Десногорского городского совета. Сводка криминальной обстановки. Всероссийская акция «Пристегнись, Россия». Десногорской музыкальной школе 40 лет. На очередной сессии Горсовета депутаты рассмотрели 20 вопросов. Мы расскажем вам о некоторых решениях, наиболее важных для наших горожан. 28 ноября перед очередной сессией Горсовета прошли депутатские слушания. Первым вопросом глава города Андрей Шубин выступил с докладом программы развития нашего муниципального образования. После доклада он ответил на все вопросы присутствующих. На сессии из 20 вопросов повестки дня большую часть занимали внесение изменений в бюджет на следующий год. Депутаты приняли к утверждению 23 приложения о формировании и распределении бюджетных средств. Также они назначили публичные слушания по обсуждению проекта бюджета на 7 декабря в 17.00. Предложения от граждан принимаются ежедневно в общественной приемной или в кабинете 301 с 9 утра до 16 часов. Решением 390 депутаты приняли порядок размещения в средствах массовой информации сведений о доходах и расходах об имуществе отдельных лиц, занимающих муниципальные должности. Также муниципальные служащие должны публиковать сведения об имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей. Руководствуясь федеральным законом, депутаты установили 50-процентную компенсацию за кабельное телевидение для родителей погибших военнослужащих. Решением 379 депутаты установили компенсацию за горячие завтраки для школьников с 1 по 4 класса в размере 30 рублей 83 копеек. А для детей из малообеспеченных семей на одного человека выделили из городского бюджета 3 рубля 83 копейки. Также депутаты приняли решение обеспечить бесплатный проезд на автобусах предприятия «Автотранс» для детей социально незащищенных семей, проживающих в 7 и 8 микрорайонах и в поселке Якимовичи. С 1 января вступят в силу важные изменения в налоговом законодательстве. Изменится форма расчета по страховым взносам и порядок ее заполнения. Эти и другие нововведения обсудили в областном центре на заседании общественного совета при региональном управлении Федеральной налоговой службы. На заседание также были приглашены представители Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Они помогут Смолянам разобраться со сложными моментами в новых правилах. 3 декабря в 7 утра в Десногорске в первом микрорайоне 68-летний водитель Volkswagen сбил пешехода. Он проходил проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП 80-летний мужчина получил травмы. Десногорцы в соцсетях прокомментировали, что в этом месте необходимо установить освещение и положить лежачий полицейский. 4 декабря на Красненском шоссе произошла авария. Водитель женщины на автомобиле «Шкода» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с ВАЗ-2115. В результате ДТП пассажирка «Лады» доставлена в больницу. О криминальной обстановке в нашем городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 117 сообщений о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 104 административных правонарушения, в том числе 84 нарушения правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 8 человек. 12 декабря в Смоленске в Академии спорта пройдет зимний фестиваль ГТО. Любой желающий с хорошим здоровьем может присоединиться к мероприятию и сдать нормы. Заявки принимаются до 8 декабря в Комитете по физкультуре и спорту на почту, которую вы видите на экране. Участникам необходимо взять с собой удостоверение личности, медсправку от врача и ID-номер, который можно получить на сайте ГТО. Регистрация начнется в 11.30, а сам фестиваль в 12 часов. Десногорские школьники подключились к всероссийской акции «Пристегнись, Россия». Они вышли на дороги города, чтобы пообщаться с водителями. Подробнее в нашем сюжете. Данная акция направлена на снижение тяжести последствий ДТП. Для достижения положительного эффекта нужно обязательно использовать пассивные средства защиты, ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Ученики первой школы нарисовали картинки на эту тему, смастерили смайлики-напоминалки и совместно с сотрудниками ГИБДД вышли на дороги города. Они останавливали автомобили, беседовали с водителями, вручали им рисунки и очаровательные пластиковые смайлики. В разговоре они напоминали автовладельцам правила безопасного дорожного движения. «Дети являются пассажирами, зачастую водители не пристегивают детей и не пользуются детскими удерживающими устройствами. Напомнить водителям о безопасности своих пассажиров». «Мы принесли буклеты, рисунки, которые нарисовали наши малыши. Рисунки не простые, а рисунка-открытка с напоминанием о безопасности правил дорожного движения. Водители, будьте внимательны, берегите самое дорогое, свою жизнь и жизнь своих пассажиров». Всегда не лишне напомнить водителям о необходимости соблюдать меры предосторожности при перевозке пассажиров, особенно детей. Ученики первого класса четвертой школы посетили пожарно-спасательную часть города Десногорск. Они познакомились с оснащением пожарной части, посмотрели одежду и оборудование огнеборцев. Ребятам показали спасательную машину, от которой они были в восторге, а также рассказали им правила пожарной безопасности. Со временем знания частично сотрутся о прошедшей экскурсии, но доверие к пожарным и телефон 01 они запомнят навсегда. 1 декабря в музыкальной школе прошел праздничный концерт. Он посвящен 40-летнему юбилею школы. Подробности далее. В Десногорской детской музыкальной школе проходит праздничный концерт. 40 лет прошло с момента, как она впервые распахнула свои двери. Многие выпускники сейчас работают преподавателями, передают опыт, знания и прививают эстетический вкус к детям. Ученики и учителя подготовили целую концертную программу. Они исполнили песню и игру на музыкальных инструментах. Концерт очень душевный и творческий. Поздравить коллектив музыкальной школы пришли представители администрации Десногорска и Смоленской атомной станции. Они вручили подарки директору школы Ирине Прутниковой, а также наградили грамотами и благодарственными письмами преподавателей за высокий профессионализм в работе. За последние десятилетия наша школа становилась дважды победителем областного конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования Смоленской области». Мы сердечно вас поздравляем, желаем творческих успехов, творческого вдохновения и достижения высоких результатов. Судьба и жизнь музыкальной школы неразрывно вписалась и связана с успехами и достижениями, которые есть в нашем городе. С праздником! Удачи! Всего хорошего! Многие бывшие выпускники прислали видеопоздравления с самыми теплыми и искренними пожеланиями успехов и процветания. Школа гордится выпускниками, которые связали свою жизнь с музыкой и надеются, что они сохранят незабываемые впечатления от встречи с прекрасным миром музыки и продолжат славные традиции своей школы. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defiz.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания.